В Звенигороде и Львове прошли два серьезных турнира ветеранского уровня. Один значился как чемпионат России под дзюдо, другой носил мировой статус и соревновались на нем штангисты. Кировские мастера показали себя самой лучшей стороны. С подробностями Роман Четверяков. Эта медаль в коллекции Александра Герасимовича займет особое место. Достигнув определенных успехов на советском помосте, мастер спорта из Арбажа ушел из тяжелой атлетики. Вернуться обратно заставило обещание сыну выиграть звание чемпиона мира. Хотя на тот момент бывшему спортсмену было уже за 50. Ветераны чем отличаются от стандистов молодого поколения? Молодежь привыкла к тому, что для них делают тренеры прежде всего. А ветераны не знают, что если он что-то для себя не сделает, может быть не сделает никто. Приступив к тренировкам, Герасимович быстро набрал нужные кондиции и принялся держать слово. Он последовательно побеждал на областном чемпионате российском. С рекордом страны в рывке взял серебро европейского ветеранского турнира. Таким образом, до цели оставалось сделать один шаг. Мировой чемпионат на Украине собрал всю возрастную элиту у тяжелоатлетов. В весовой категории Герасимовича значилось четверо соперников. Но ни американец, ни два португальца и даже усилия соотечественника из Курска не остановили арбажца. Он побеждает во Львове, вопреки прогнозам и на основе самобытной домашней подготовки. Дзюдоист Леонид Костин с ребятами занимается давно, что правда не мешает ему показывать личный пример подрастающему поколению. По ветеранам Кировчанин титулованный борец. Одних только званий чемпиона России у него шесть. Последнюю золотую медаль Костин в фирменном стиле добыл чистым ипоном, доказав, что его еще рано списывать со счетов. На Европу, в Польшу, как говорится, меня немножко отстранили, потому что взяли более молодого. Он перешел из той группы, более молодой. Но здесь я доказал, выиграл у него, что я сильнее его. Выступая в Звенигороде, наши мастера дзюдо в командную копилку положили еще четыре бронзы. Радость от успехов товарищей и собственного первого места Костину дополнила и тренерская победа, к которому он начинает постепенно привыкать. Его воспитанница Александра Бабинцева в Хорватии стала сильнейшей на юниорском первенстве Европы. Роман Четвериков, Валерий Никулин, Игорь Охотников, Вести Киров.